Самовыражение и креативность, мотивация и умение достичь поставленных целей, открытость и ответственность этими качествами должен сегодня обладать каждый эффективный управленец. И этому можно научиться. В Муравленко провели тренинг для руководителей учреждений и организаций. Автор курса – опытный дипломированный тренер и эксперт в области коммуникации, член Ассоциации спикеров СНГ Надежда Кириченко. В перечне ее проектов – работы с ведущими и крупнейшими российскими компаниями. На протяжении трех дней у нас будет 30% теории, а 70% практики. И вот все, что я сейчас перечислила, это все уйдет в багаж, который можно будет использовать ежедневно. Ну, начиная с того, как правильно передать какие-то компетенции или задачи для сотрудников своих. Или как правильно провести совещание, какой-то он можно использовать, а какой нельзя. И даже вплоть до того, как правильно слушать людей. Тренер рассказывает о тонкостях управления коллективом, как правильно проводить совещание и мотивировать подчиненных на выполнение поставленных задач. Все упражнения участники тренинга выполняют в игровой форме. Управленцам приходится выйти из зоны привычного комфорта и забыть, что они начальники. Узнал очень много в сфере команды образования, планирования личным временем. То есть присутствовал на играх, то есть геймификация, команда образования, вот как сейчас проводится игра, очень интересная. Одна из главных задач любого управленца – собрать вокруг себя команду единомышленников, нацеленных на выполнение общей цели. Построить башню из деревянных блоков, не касаясь их руками, да еще с завязанными глазами. Здесь все зависит от слаженных действий каждого и умения чувствовать команду. А точные указания руководителя, который видит весь процесс, помогут выполнить задание. Все как в жизни. Сейчас никто ничего не тянет. Максим, Ганна и Женя, вам надо вытянуть нитку. Мне здесь очень понравилась тема и очень много материала по созданию команды, по ее, ну скажем так, эффективности работы команды. И еще, что для меня очень важно, это я поняла, что нельзя воровать свое время и чужое время. То есть нужно все конкретизировать четко, конкретно и очень быстро. Сделать из подручных канцелярских материалов подушку безопасности для яйца. Можно использовать все, что угодно, лишь бы оно не разбилось. При этом нельзя разговаривать. Игра отлично помогает наладить навык сообразительности и умение работать в команде при сложных и быстро изменяющихся обстоятельствах. А насколько это удалось, выясняют в ходе эксперимента. Потрясающая информация, очень много полезного, я так полагаю. Часть из этой информации мы, в принципе, уже применяем в своей работе. Надежда – великолепный спикер. Очень нравится, очень нравится формат работы, очень нравится задание. Мы с коллегами в большом восторге. На протяжении трех дней команды управленцев и работников из разных сфер, связанных одной целью, учились взаимодействовать друг с другом и грамотно распоряжаться рабочим временем. Теперь все полученные знания предстоит применить на практике. Эрнест Бавшин, Дмитрий Еписеев, Антон Иванов. Новости Муравленко.